Приветствую вас, дорогие друзья! Я сейчас хочу сделать обзор распродажи, которая будет проводиться в каталоге номер 7. Распродажа аксессуаров без остатка называется она. И давайте посмотрим, что за продукция будет предлагаться в этой распродаже. Так, начинается с спонжа для макияжа. Здесь мы видим такую ромашечку шестилепестковую, бордового цвета. Она не впечатляет, пока не увидишь ее живьем. Живьем она огромного размера, то есть каждый лепесток является губкой. И это губка приличного такого, ну приличный такой спонжик, которым вы можете делать макияж. Наносить тональную основу, узким кончиком распределять консилер в области под глазами. В общем, вещь неплохая. Шесть спонжей в одном за 59 рублей. Наверное, неплохо. Носки в подарочной упаковке Cupcake лично меня не впечатляют. Ну, прикольная упаковка, может быть, почему бы нет. Вкусы у людей разные. Вот сколько я смотрю различных обзоров, я вижу, что с кем-то у меня взгляды абсолютно диаметрально противоположные. И если кто-то ругает какой-то продукт, меня это может задевать. Ну, я-то уже умею ко всему относиться объективно. Меня нет, не возмущает, я понимаю, что взгляды разные. А кого-то может покоробить моя оценка. И совершенно человек может не согласиться с моим восхищением чем-либо. Вот. В общем, сколько людей, столько и мнений. Тут мы на вкус и цвет товарищей нет. Пословица совершенно не зря существует. Так. Подарочная коробочка. Я не знаю, какого она размера. По-моему, она не такая уж маленькая. Так. Скатерть «Новогодняя страна». Ну, скатерть, надо сказать, термостойкая, стирающаяся. С новогодним принтом, с рождественским. В общем, размер у нее, кажется, приличный. Такой на приличный стол хватит. Вот. Ну, мне цена не нравится. Для распродажи без остатка могла бы быть и ниже. По-моему, без остатка не получится. Хотя, кто его знает. Ну, учитывая, что до Нового года еще больше, чем полгода. Не знаю. Подарочный пакет «Красный каприз» за 19 рублей. Отличная цена. Отличный способ набрать баллы. Вот представьте себе, за 1900... Нет, в нашем случае, в случае консультантов, за 1500 рублей вы наберете 100 баллов. Из 100 красных пакетиков «Красный каприз» ваш. Найдите людей, найдите знакомых, кому нужна подарочная упаковка, кто может ее... Ну, кто занимается продажами и может включить ее в стоимость покупки клиенту. Почему бы нет? Вы и сами можете это сделать, да? Вот что стоит купить обязательно, несмотря на новогоднюю тему, несмотря на неактуальность новогодней темы. Это формы для выпечки вкус праздника. У меня на канале, на моем втором канале, есть рецепты с использованием этих форм. И на этом канале тоже есть. В общем, формы замечательные, силиконовые, термостойкие. До 270 или до 230 градусов Цельсия они выдерживают. Они не нуждаются в смазке, их не нужно смазывать маслом. Поверхность получается гладкая. В общем, ну, только не пережгите, не превысите температуру, и все будет окей. Сумочка-клавич Солар или Солар мне лично не нравится. Мне не нравятся материалы. Я ее живьем не видела, но то, как она выглядит, помятость ее, то, как материал становится коробом, как мне кажется, может, я ошибаюсь, говорит о том, что материал не очень хороший. Игрушка-антистресс, лошадка, на мой взгляд, вообще ерунда. Лучше купить пакетиков за 19 рублей, чем эту штуку за 29. Ну, кто знает, может быть, и кому-то нужно. Детский зонтик за 300 рублей. Котята очень симпатичны. Сумка для белья Валери, от Валери, за 499 рублей, что для нас будет 399. Ну, не знаю, могла бы быть и подешевле. Если некуда будет деть деньги, может быть. Ну, нет, я бы, наверное, взяла бы что-нибудь более веселой расцветки. Ну, какая-то другая расцветка у меня была бы. Хотя в мою ванную она впишется, да, в мою ванную, в Актюбинске, да. Так, детский плед, нежный хлопок, 500 рублей. Нашим людям, мне кажется, такая вещь непонятна совершенно. Наши люди, ну, максимум 200-300 рублей за такую вещь отдадут. Хотя, да, там все супер качественный хлопок, все там на ощупь, трогаешь, да, чувствуешь, маешь вещи, я так думаю, да. Ну, не будут же нам ерунду за 500 рублей впаривать. Так, набор детских расчесок, смешная обезьянка. Может быть, я возьму. Это, наверное, нам рублей в 160, да, обойдется. Может быть. Ну, не знаю, у моих внучек есть уже расчески. Может быть, и не стану брать. Бриллианты и жемчуг абсолютно мне не нравятся. Это блестящий этот шарик. Он только подчеркивает эту целулоидность, искусственность этого искусственного жемчуга. Дешевит, на мой взгляд. Хотя, да, мое мнение не последнее. Шарф-вратник айвори. Не опирайтесь на мое мнение. Шарф-вратник айвори. Для наших людей это тоже абсолютнейшая ерунда. За 700 рублей покупать какой-то кусочек искусственного меха. Да, называют его чебурашкой. Так, кошелек. Тоже вообще не понимаю. За 300 рублей. Шарта-ни-гулта, там, стильное путешествие, да, не помню, как называлась акция. Коллекция аксессуаров «Золотой каскад». Ну, прикольные, прикольные украшения. Ну, может быть. Так, сумочка-клатч-шарф-голди. Нет, это дорого. 800 рублей для такой, для такого кладча, который представляет собой просто пенал. Правда, золотистый, правда, там, с резьбой перфорированный, красиво перфорированный, но все равно. А шарф, вообще, сеточка, нитяная, нет. Заколка для волос, не знаю, надо живьем посмотреть. Вот так вот на картинке совершенно не впечатляет. Ожерелье «Золотой лист» я бы взяла только потому, что у меня есть задумка, о которой я говорю в каждом видео, о распродаже, где есть этот золотой лист. Что я хочу сделать тематический макияж. Так, я возьму ожерелье, возьму серьги. Но я же ведь носить-то это не буду. Листья, значит, серьги в форме листа, они с 80-х годов предлагаются. И мне кажется, ну, давно уже пора попрощаться с ними. Это устарело, ужасно устарело. Ну, с другой стороны, конечно, нет ничего. Все новое, это хорошо забытое старое. Может быть, да, нынешним поколениям это кажется тоже актуально, свежо, ново. Да, ну, мне лично, вот, к концу напоминает конец 80-х, начало 90-х. Стиль диско. Так. Ожерелье «Мэгги», серьги «Мэгги». Ну, я тоже, вот, я не люблю искусственный жемчуг, я люблю натуральный. Ожерелье «Модерн». Мне лично нравится этот дизайн. Но я не смогу носить, потому что я вообще не могу носить металл. И особенно летом, когда кожа немножечко становится влажной от пота. Вот. И у меня тут же начинается бешеная реакция. Ну, вот, для фото или вот так вот на вечер сходить куда-то, подходяще одеться, я бы, наверное, купила. Но нет, мне жалко, 449 рублей. Так. Ожерелье «Лунный аметист», «Серьги» и «Кольцо». Нет. Аметисты я бы предпочла натуральные. Ну, товарищи, я же имею геологическое образование, мы минералогию проходили. Я не могу носить акрил или пластик, выдавать его за камень. Серьги интересные, да. Ну, может быть, может быть, я и я сподоблюсь. Органайзер для косметики – это вообще очень смешная вещь. Возьмите кусок фольги и выдавите из нее такую же вещь методом формовки, методом штамповки. Так. Ну, это не из фольги, конечно, но очень близко к тому. Ремень-брошь 2 в 1 черный опал. Вещь интересная, прикольная, я бы, может быть, взяла. Повязка на голову дзен у меня есть. Люди... Ну, 99 рублей, может быть, не жалко, да. Но это черная ленточка со вставленной в нее проволочкой, благодаря чему ее можно вот так вот обвить вокруг головы, вот так вот перекрестить, и вот такие кончики у вас будут торчать. Я не знаю, если так вот завязать бантом, то она может обхватить хвост, но держать хвост она не будет, только поверх какой-то резинки вы можете так сделать. Ну, в нашей традиции, для нашей страны, для наших стран, это будет очень похоже на... Ну, люди подумают, что вы в трауре. Ну, вот да, к сожалению. Вот такой у нас стереотип сложился вокруг черных повязок на голове. Так, ожерелье кружевная цепь, серьги кружевная цепь. Мне вообще не нравится эта идея. Это, конечно, ужасно креативно, но смотрится дешево. Серьги серебристый жемчуг. Я уже говорила в прошлом видео. Нет, мне не нравится. Жемчуг очень сильно, слишком похож на искусственный, совсем не похож на жемчуг. Вот мне нравятся серьги ожерелье и клач маскарад. Вот эта тема мне нравится. Ну, единственное, я, наверное, не смогу носить. Но я бы, может быть, одела бы ненадолго. Так, какие цены? 179-349. Блин, я, наверное, вот эти серьги, которые по 169, по 179, может быть, и заказала бы. Ожерелье тоже очень прикольно. Под что-то придумать, с чем надеть, будет интересно. Клач тоже очень неплохо смотрится. За 400 рублей он выглядит, как натуральная кожа с тиснением. Очень красивый мотив этого тиснения. Театральная маска такая в стиле рококо. Симпатичная цена вообще неадекватная. Можно было подороже загнуть. Так, набор для ухода за обувью. Ну, я бы взяла. У меня муж как-то потерял. Я до сих пор не могу забыть. Не то, чтобы потерял. А вот этот набор я покупала. Муж увез с собой в Актюбец. Ну, мы тогда жили в общежитии в Москве. Учились. Он поехал домой. Забрал этот набор с собой. Я ему, вернее, сама дала вторую руку заботливо. Я еще не знала тогда, какой муж растеряшит. А он его оставил. И я знаю даже где. Но я все время, когда вижу, хочу забрать. Она до сих пор у старшего брата. Его эта вещь хранится. Хочу забрать, но мне не дают. И вот как бы воспоминание, как бы остался такой незакрытый тоут. Это называется. Ну, такая есть техника исполнения желаний. Тоут называется. Когда вы что-то хотели, и это у вас осталось нереализованным, это надо непременно закрыть или распрощаться, как-то психологически освободиться. Так вот эта вот незакрытость осталась. Вот, может быть, я компенсирую покупкой этого набора. Закрою. Многофункциональный брелок 3 в 1. Фонарик. Что-то там еще. Не помню, что. Ну, для брелока 199 рублей. Дорого. Пусть даже он светится. Может, там открывашка. Я что-то не помню, что там. Надо посмотреть. Так. Ну, все. На этом распродажа закончилась. Я не знаю, насколько она была полезна. Я выразила свое мнение. Для кого кто-то ориентируется на мое мнение. Ну, может ориентироваться и в положительном смысле, может ориентироваться и в отрицательном, да? Как в фильме «Служебный роман» Людмила Прокупьевна обругала, значит, надо брать. Так вот, Алина Прокупьевна кое-что обругала, значит, надо брать. В общем, все. На этом я обзор заканчиваю. Про то, что не договорила, потому что не подготовилась, может быть, добавлю. Ну, в частности, про последний брелок, может быть, я добавлю какие-то функции. Я желаю вам приятных покупок, приятных покупок каталожных. Если вы не являетесь консультантом Арифлейм, а хотите им стать, чтобы покупать продукцию со скидкой, воспользуйтесь моей ссылкой на интернет-магазин, она реферальная. Я вам обещаю, что я не буду вам звонить, я этого терпеть не могу. Вообще никак приставать, вы сами все это оформляете. Я вам помогу только в том случае, если вы меня об этом попросите. Все. Посмотрите внизу, ссылка на интернет-магазин. Обращайтесь ко мне в личку или на странице о канале. Есть мой адрес электронный, пишите туда, чтобы я помогла вам зарегистрироваться, стать консультантом Арифлейм. Здоровья, красоты, счастья, удачи, успехов. Желаю всем. Пока-пока. С вами была Аюна Коновалова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok